Вышла новая 72 серия с Кибиди Тойлот, часть первая. И да, сначала прокомментируем, что происходит, а далее всё разберём. Мы сначала видим, как тут что-то происходит, непонятная битва, ла-ла-ла, траля-ля. Мы видим тут каких-то непонятных гибридов. Они начинают атаковать всех, атакуют массово. Далее происходит такая битва. Непонятно, что происходит. Мы всё это разглаживаем, разглаживаем. Постоянно у нас всё тут непонятно что. Кто-то на нас бежит непонятной походкой. Но тут появляется какой-то катанчик и начинает нас резать по полной. Но далее что-то происходит, и прилетает какой-то чудо, который начинает всех отстреливать. И это новый улучшенный дольтомёт. Он непонятно стреляет какими-то голубыми штучками, а далее уничтожает всех. Но кто-то появляется, какой-то скибедист с сигаретой, и он его убивает. Далее происходит взрыв. Но однако наш герой не сдаётся, и стреляет из своей камеры вспышкой, которая уничтожает этого скибедиста. Дальше что происходит? Нам показывают лайк. А далее мы уходим куда-то. С непонятными шагами. К нам прилетают скибедисты, а также этот гибрид. Сейчас, думаю, он подохнет. Да? Но всё не так. Ведь потому, что он показывает нам такой жест, и после него прилетает с злобной улыбкой какой-то жодомен, который стреляет во всех какими-то жёлтыми лазерами, будто состоящие непонятно из чего. Но далее наш камера, паучок этот чубрик, стреляет вспышкой. Но бедняга умирает и падает на землю чертям собачьим. Далее происходит непонятный хаос. Взрывы, мрывы и бабахи-мабахи. Тут все улетают. Кто-то песенку поёт. Непонятные штукенцы. Этот... Чё-то говорит непонятно. Этот улетает опять. Но тут появляется какой-то гигантский чурик, который убивает его. И говорит Ю-кно-блэ-лэ-лэ-лэ-лэ-лэ-лэ-лэ-лэ-лэ. Чё-то, чё-то говорит. Ну и чё-то, чё-то. И тут начинается драка. Итак. Перелистываем всё это. И тут происходит бойня. Ну а теперь всерьёз сам разбор. На первых кадрах мы можем увидеть, как мы наблюдаем, опять же таки, за смертью Вантузмена. И мы наблюдаем, минуточку, от лица камеры учёного. Если что, вот такого мы видели вот в этой серии, а именно 54. И да, его улучшили. Он оглядывается и смотрит на всю эту бойню. Также мы можем увидеть нового какого-то гибрида. Стоит подметить то, что тут есть отсылка на игру Блэк Мезо. А именно картой. А вторая отсылка, что тут есть карта Surface Tension. А именно Chapter 12. Тоже из игры Блэк Мезо. Это является военной машиной. Вы можете об этом узнать, посмотрев в гугле или в других браузерах. Идём дальше. Мы видим новый вид гибридов. А точнее ФБР. Улучшенный гибрид. У которого есть 4 ракеты. А также шлем. И щит. Стоит подметить то, что у него опять же таки лазеры, как у того самого чёрного большого камерамена. Мы сразу видим, ФБР полицейские прыгают сразу на нас. Ну а точнее скибедисты. И да, они носят модельку из CS2. Предыдущим названием CSGO. Ну а далее, естественно, наш оператор отбивается и уничтожает его лазером, убивая последующих других скибедистов, которые есть в пиле. У него также появилась катана, у которого на правой руке. Он опять врубает лазера и уничтожает скибеди гибридов. Далее происходит что-то непонятное. Что именно? А то, что этот скибеди ФБР со своей косой смертью, боже мой, убивает этих камераменов. После того, как он отрубил их, он идет прямо на нас, гуляя еще две ракеты. Но наш оператор не сдается, но ему срубают лазера, а также правую руку. Он же готовится срубить другую руку. Но что-то тут не так. Мы видим улучшенного камера паука, которого давным-давно он не видели. Если что, в старых сериях можно увидеть об этом. У него появились огромнейшие улучшения. Но не стоит забывать о том, что есть враги посильнее. Далее появляется скибедист военный. Да! Тоже моделька из Блэк Мезы. Если что, Блэк Мезы это игра по типу Half-Life 1 в Definitive Edition. У него какой-то танк-туалет. Он стреляет в нашего камера паука. Но в итоге он не сдается. И решает отомстить большущей вспышкой. Вам тоже в глаза кидали вспышку такую. То, что она вот так прям вас уничтожала. Ну ладно, идем дальше. Мы можем заметить, что здесь и все поломато. Также горная местность нам подтверждает то, что это находится на зоне Блэк Мезы. Оператор, показывая два пальца вверх, идет куда-то вдаль. Идет прямо, но что-то тут не так. Появляется какой-то военный, но его быстро уничтожает. Он идет мстить. Кидает туалетную гранату в другого скибедиста и берет косу смерти. Боже мой! Что только не придумает дофа. Но далее этот показывает ему нехороший жест, если что замажу. Ну а потом скибедист смотрит на это. И потом с глобной улыбкой смотрит прямо на нас, прямо нам в душу. Ну а потом появляется тот самый джет-тойлет, который улетал куда-то непонятно. Да, Альфа-Хиллс он забыл. Все, ученый погиб. Он нас уничтожает. Естественно ломает все здания. Мы можем видеть тут сражение. Далее появляется этот паук. Он снова кидает какую-то вспышку, но в итоге он умирает. Да, бедный страйдер. И он падает вниз. Далее происходят какие-то помехи. Мы сразу же врубаем логику и уходим от взрывающейся технологии. Но далее, если можно заметить, здесь пролетает Майкл Джексон. Вот здесь тот самый черный скебетегибрид. А тут два контейщика. А посередине большой Джилд Тойлот. Все улетают и спасаются, кроме вот этого маленького скебетиста, который нам кажется маленьким. А Джилд Тойлот ему дает какой-то приказ. Громко шевеля ротом. Ну а потом, когда прилетает астротуалет, он хватает бедного скебетиста, сжимает его и произносит слова. Вы знаете наказание за измену, командир. То есть измену скебеди ученому, как это бы странно не звучало. Никто не избежит правосудия. И все. И тут начинается полный расколбас. В итоге хочу подметить, что серия получилась эпична. Даже несмотря на то, что она может и короткая, может и длинная, все равно тут много чего отсылок на игру Блэк Меза, а также другие вещи. Еще хотел подметить, что у меня есть для вас сюрприз. Так что я вам хотел сказать. Мне кажется, сотая серия Скибиди Тойлод, а точнее конечная серия Скибиди Тойлод будет такой сцены прямо как и в Half-Life 1. Ведь потому, что Скибиди Тойлод идет по такому же сюжету, как и Блэк Меза Half-Life 2 и Half-Life 1. Это естественно уже понятно всем. По картам, по местностям, по звукам и почему еще чему угодно. Как это могло еще и понять? Мне кажется, что конец Скибиди Тойлод будет не на уничтожении каких-то титанов, а на том, что мы встретимся с дофаком именно в одиночном поезде. И наверняка мы будем от лица красного камерамена. Но это лишь мои догадки. А ты подписывайся на канал и спасибо за просмотр. И да, кстати, еще один бонусик. Если присмотреться на косу, то она явно из мультика про какого-то ковбойского кота второй фильма. Ну, это может быть не точно, однако тут какие-то символы. Их возможно девять. Также хотел подметить то, что у него, у этого скибидиста туалет синего цвета. Также там стоит шлагбаум. Мы можем увидеть то, что мы находимся на ЖДЛС, железнодорожным рельсом, так как тут работает все еще светофор, а также другие локации еще не захвачены. Кстати, если что, можно увидеть сдали ракету. Возможно, эта ракета будет еще играть какую-то роль в сериале. Ну, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok